Эпизод номер 3 Про Пизанскую башню Галилея Галилея и его друга Маркиза Гвидобальда Дель Монти Как-то 9 сентября 1599 года проснулся рано утром Гвидобальда Дель Монти И сказал, схожу-ка я Галилею Галилея, попрошу его снова подняться На высоту 55,86 метра на Пизанскую башню Уж очень жутко мне интересно еще один опыт провести Помнится, в задачке номер 1 Мы с Галилею Галилеем кидали камушки Он отпускал вниз, а я бросал вверх Естественно, было интересно найти, через какое время наши камушки встретятся и на какой высоте Тогда мы нашли, что встреча произойдет через 2,793 секунды При условии, что я Гвидобальда Дель Монти бросаю вверх Всегда со скоростью 20 метров в секунду Это мы знаем А сейчас у меня возник такой вопрос А что если я попрошу Галилея Галилея Бросить камень Не под углом к горизонту А вот в этом вот направлении Я знаю Я знаю Что он всегда бросает камни Со скоростью 5 метров в секунду Вот То есть он Галилея Галилей Бросит камень С высоты 55,86 метра Горизонтально Со скоростью 5 метров в секунду И я снова хочу Чтобы они встретились Вопрос Ага Ну Понятно Если я брошу отсюда А он бросит туда Со скоростью 5 метров в секунду Ну Они не встретятся То есть Друг с другом-то не столкнутся То есть Они пролетят Один пролетит Вот так вот Сейчас это будет происходить Да Этот будет двигаться так А мой камень будет вот так Понятно Что через 2 целых 793 тысячных Они вот будут Находиться На каком-то расстоянии Друг от друга А я хочу Чтобы они друг с другом Вот тут вот Встретились Вопрос Вот на какое расстояние Мне отойти Спросил себя Гвидобальда Дель Монти Вот на какое расстояние Мне вот отсюда Нужно отойти Чтобы Наши камни При условии Что я брошу Со скоростью 20 метров в секунду Наши камни Встретились Вот так То есть Мы должны Найти Вот это вот Расстояние Скажем Расстояние Да Я вот бросаю Этот камень Галилея Галилеевский Летит Мой летит Бамс Вот тут они Два камня Встречаются На каком расстоянии Мне нужно отойти От Пизанской башни То есть Найти вот это Вот расстояние Л Ну если вопрос Понятен То и тогда И решение Будет очень простое Ну просто Очень простое Существует Принцип Который называется Принцип Независимости От движения То есть Движения Мы рассматриваем Как по оси Х Так и по оси У Я могу брать Либо вверх Либо вниз Как нам угодно Допустим Вверх Кстати В этой задаче Совершенно Не важно Что будет Происходить Потому что Мы уже знаем Что они Должны Встретиться Через Через 2,793 Секунды Так вот По оси Х Камень Брошенный Галилея Галилеем Будет двигаться С постоянной Скоростью Скорость Все время Будет 5 метров Секунду Все время Значит Если я сейчас Скорость Камня Который Бросил Галилея Галилея Ви Шель Галилея Галилея Ге-ге Галилея Галилея Скорость Галилея Галилея Умножив Вот на это Самое Время Мы получим То что нам Необходимо Получить На какое Расстояние Он должен Отойти И бросить Вверх Камень Все очень Просто 5 метров Секунду Умножаем На 2 9 На 2 7 9 3 Секунды 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 Сокращаем Берем Калькулятор И умножаем 5 На 2 7 9 3 Получаем 13 965 5 5 Метров То есть Маркиз Гвида Бальда Дельмонти Должен Отойти От Пизанской Башни На расстояние 13 13 965 Бросить Вверх Камень Со скоростью 20 метров В секунду Если Галилея Галилей Бросает Горизонтально Камень С высоты 55 86 Со скоростью 5 метров В секунду Значит Они Благополучно Встретятся Вот Все Как Гориться И думать Не надо А Понимать То Что Происходит Спасибо Если Возникнут Вопросы Можете Задавать С удовольствием Отвечу Всего Доброго До Свидания